Уже готовятся к лету. Речь о вожатых детских оздоровительных лагерей. В третий раз из разных уголков страны они приехали во Владимирскую область, чтобы обменяться опытом. Вожатскую кухню провели на базе одного из лагерей Ковровского района. Поучаствовали в ней 80 вожатых и 25 директоров детских оздоровительных баз из Пермского края, Владимирской, Рязанской, Кировской, Смоленской, Нижегородской, Самарской, Воронежской и Московской областей. Организаторы подготовили для гостей мастер-классы, интеллектуальные игры и конкурсы, встречи с федеральными экспертами, которые знают, что нужно современным детям и подросткам. Так как мы работаем с сообществом вожатых, людьми, которые работают с детьми, и вообще в эпоху стремительно меняющейся действительности, я бы хотела пожелать этим супергероям, которые работают с современным ребенком, идти ногу со временем, не бояться каких-то открытий, не бояться выходить из своей кухни, заряжали наше будущее поколение такой вот искренней эмоцией, искренним отношением и душевностью. Потому что этого в современном мире, к сожалению, сейчас не хватает. Руководители оздоровительных лагерей встретились и с представителями департамента образования, МЧС, полиции, психологами, и обсудили вопросы детского отдыха и безопасности. По словам организаторов встречи, молодое поколение сейчас очень активно и любознательно. Отдых для детей и подростков должен быть современным и увлекательным, чтобы приятные воспоминания оставались на всю жизнь. Рыжая, рыжая, и на свете всех милей. В 2020 году из-за коронавируса детские загородные лагеря, по сути, так и не открылись, по крайней мере, во Владимирской области. Поэтому новый сезон, как надеются эксперты, будет более долгожданным. Лето не за горами. Очень хочется верить, что это лето будет таким боевым для нас после прошлого года, сложного, когда не каждый смог себя проявить, не каждый смог поработать. И в этом году, наверное, нужно будет быть более готовым принять детей, которые уже соскучились по отдыху. Один из главных секретов успеха, рассказывают сами вожатые, быть неравнодушным человеком и всегда стараться придумать для ребят что-то интересное. Тут я узнала много крутых фишек и игр, образовательные блоки, все суперполезные. И в следующий раз буду агитировать все Воронежское региональное отделение, чтобы мы все собрались и приехали сюда. К слову, этот тренинг называется «Вожатская кухня», потому что участники встречи действительно вместе готовятся к работе в лагерях. Они обмениваются своеобразными рецептами работы с детьми и знакомятся друг с другом. Интересные педагогические приемы вожатые применяют в своей практике.